Планы и задачи на неделю перед городскими службами ставили заместители мэра. Оптимизация работы чиновников за счет четкого взаимодействия всех уровней исполнительной власти это одна из важнейших задач по улучшению качества работы администрации, считает заместитель главы Светлана Яровая. Службы между собой не общаются. То есть практически каждое управление видит себя отдельным государством, со своим уставом, а может и на настою, не знаю. Я сейчас приведу пару примеров не для того, чтобы кого-то обидеть или унизить, а для того, чтобы вы меня услышали, потому что будет так, как я сейчас опасна. По-другому уже не будет. Было поручение Алексея Васильевича подобрать, например, разнородную площадку для остановки автобуса. Ощущение, что руководители управления транспортного, мы не знаем, мы не знакомы, вероятно. В итоге, через три недели у меня лежит документ, где написано, что мы наконец выйдем, и тогда все решим. Не пойдет. Значит, еще неделя, и Михаил Александрович ответ должен конкретно содержать информацию такого-то выеха, место обозначено, готовим акты выполненных работ. Шлифовка работы администрации с заявлениями анапчан будет, пока система не начнет работать без сбоев. Далее о подготовке к ежегодной выставке Интурмаркет рассказала замглавы Татьяна Завизион. И дала поручение управлению по культуре подготовить достойную презентацию города-курорта. Ведь поток туристов в Анапу из года в год становится все больше, во многом благодаря и участию нашего курорта в российских и международных выставках. Контрольный вопрос планерки – итоги работы молодежного сектора, о которых доложил замначальника управления по делам молодежи Владимир Тельнюк. Многотысячная студенческая армия активно участвует во всех городских развлекательных, спортивных, патриотических, экологических, туристических и культурно-познавательных акциях. Благодаря этому Анапа из 44 районов занимает четвертое место на Кубане по работе с молодежью. Сегодня в ведомстве управления по делам молодежи функционирует 31 клубное объединение, 20 досуговых по доскам молодежных клубов по месту жительства, военно-патриотический клуб, спортивно-туристический, военно-патриотический и исторический клуб, спортивный клуб, клуб молодой семьи, клуб интеллектуальных игр и другие по интересам. Общее число воспитанников клубов составило 1200 человек. В работе с клубами по месту жительства она появляется лидером в Краснодарском крае уже много лет. Каждый юный анапчанин может найти дело по душе в одном из многочисленных объединений и как результат снижение вдвое количества молодых людей, стоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних со 106 до 50 человек. Руководство города делает ставку на активную молодежь, которой предстоит развивать наш курорт в будущем. Вадим Родин, Алексей Мухортов, Анапа Регион. Вадим Родин, Алексей Мухортов, Анапа Регион.